Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мероприятия правительства в сфере молодежной политики целиком и полностью отображаются на жизни Артемовского городского округа. Это не высокие слова, это реалии нашей жизни. Вот поговорить об этой молодежной политике мы сегодня пригласили в студию Елену Сергеевну Старунскую, начальника отдела молодежи администрации Артемовского городского округа. Здравствуйте, Елена Сергеевна! Здравствуйте! Чем сегодня живет молодежь? Расскажите. Каждая выбирает, что ей нравится по вкусу, ставит себе цели, идет к этой цели, достигает ее. Я думаю, наша молодежь на это способна. Одно время Артем был настолько студенческий город, что слово молодежь ассоциировалось со словом студент. Сейчас немножко все поменялось. Студенчество у нас есть, у нас есть колледжи. Их пять, да, учреждения профессионального образования. У них своя жизнь, свои мероприятия, в которых они участвуют, проводят сами. Может быть, они по возрасту и не сильно отличаются от старшеклассников, но это какая-то уже определенная отдельная группа, которая также имеет место быть. Поскольку существуют молодежные группы и целые слои, то, безусловно, они должны быть вовлечены в какую-то активную деятельность. Иначе говоря, должна проводиться молодежная политика. В каком направлении мы движемся? Мы движемся в разных направлениях. Каждое молодежное объединение выбирает свое. Есть молодежные объединения, которые выбирают сразу несколько направлений и удачно в них двигаются. То есть молодежная политика в нашем городе строится, исходя из интересов разных групп и разных направлений. У нас, допустим, есть спортивные группы, есть патриотические, еще что? Есть волонтерское движение, очень сейчас развитое и популярно становится. Также молодежное проектирование, то есть есть молодежные объединения, которые старательно занимаются обучением, написанием проектов. Для того, чтобы организовать волонтерское движение, или его не нужно организовывать? Ну, как можно сказать, что волонтеры нужны всегда в какой-то определенной группе, в школьной или... Ну, их нужно организовывать, или они самоорганизованные группы? Нет, конечно, конечно. Любую деятельность нужно организовывать, в том числе и волонтерскую. Волонтерское движение, оно ведь не требует особых финансовых затрат? Не требует, но если это молодежное объединение, конкретно идущее в волонтерском направлении, отдельно существующее, то, конечно, там уже и форма нужна, эмблема, обучение этих волонтеров, что может потребовать каких-то финансовых затрат. А кто несет эти финансовые затраты? Если это волонтерское объединение, которое относится к какому-нибудь учреждению, то, естественно, это учреждение. Если это идет речь об обучении, у нас на территории Приморского края проходят различные форумы, на которые могут бесплатно представители муниципальных образований, волонтерских объединений принять участие. И все российские, если они себя проявили хорошо. То есть волонтером стать не так-то просто, нужно сначала этому научиться? На каких-то небольших мероприятиях попробовать себя может каждый. Если это уже другой масштаб мероприятия, то, конечно, обучение нужно проходить, когда это общегородские мероприятия, как День города, День Победы, когда каждый шаг должен быть просчитан. Конечно, мы собираем волонтеров и проводим для них определенные обучения, проводим инструкции, отвечаем на их вопросы, чтобы потом не возникало каких-то непредвиденных ситуаций. Вы знаете, я вам откровенно скажу, что мне слово «волонтер» не нравится. Мне больше по душе слово «доброволец». Вот объединились ребята, несколько человек. Пришли и отремонтировали пожилой женщине крыльцо. Или попилили дрова на зиму. Вот как их можно назвать? Волонтеры это или все-таки добровольцы, которые вызвались помочь нуждающемуся человеку? Да, доброволец, конечно, нам более знакомое и понятное слово, но волонтер от латинского происходит то же самое, переводится как доброволец или желающий. Желающий помогать, который имеет возможность помочь, хочет сделать чуточку лучше что-то в жизни одного человека или нескольких. Почему бы и нет? Можем назвать его и волонтером. Сейчас очень популярное у нас в стране это движение. Я думаю, это может быть связано с Олимпиадой в Сочи, которая прошла в 2014 году. Было 25 тысяч волонтеров задействовано. Они стали лицом новой России, современной. Показатель того, как Россия может принимать иностранных гостей и проводить крупные мероприятия. И уже после Олимпиады была создана ассоциация волонтерских центров, в том числе в Приморье. И это стало развиваться. То есть это был такой шаг, который привел к тому, что волонтерское движение стало более популярным. Даже с города Артема, с нашего небольшого приморского города, который так далек от Сочи, были ребята, которые приняли участие в этом крупном мероприятии. Волонтерское движение во время Олимпиады в Сочи и потом на чемпионате мира по футболу, оно ведь не было спонтанным, оно ведь было подготовлено, хорошо подготовлено. Если вы имеете в виду крупный мероприятие... Город Артем, Приморский край. Приморский край. То есть сейчас у нас ежегодно проходят форумы, саммиты, межрегиональные, всероссийские и международные. Любой может подать заявку. Если по анкете заинтересуют организаторов, то ему проведут необходимое обучение, когда это крупное мероприятие, это может быть даже несколько месяцев длится. Если это говорить про уровень Артема, новых волонтеров всегда не хватает на общегородских крупных. Опять же, День Победы, День Молодежи, День Города. Мы через социальные сети, через СМИ, через учреждения образования ведем набор и проводим для них инструктажи. То есть у нас нет какого-то определенного места, где человек может прийти, сказать, я хочу быть волонтером и обучается. Естественно, у нас есть городской корпус волонтеров. Если человек, ну, в общем-то, любого возраста, но чаще всего это молодой человек, приходит и говорит, я хочу быть волонтером, мне это интересно. Мы его берем. Начинает он с небольших каких-то акций, мероприятий. Если у него это получается, если это интересно, получается определенный опыт. Поскольку мы заговорили о молодежных мероприятиях и о работе волонтеров на этих мероприятиях, расскажите, что это за мероприятия молодежные? Мероприятия у нас проводятся в рамках нашей муниципальной программы «Молодежь Артема». Туда входят направления патриотическое, здоровый образ жизни, спортивные мероприятия, информационные. Если говорить про самые крупные, например, городская школьная лига КВН. То есть... Это мероприятия? Да, это мероприятия. Их проходит в год. 7 игр в год проходит. То есть и большое количество молодых людей задействовано, и большое количество становится зрителями. Когда у нас проходит кубок главы, у нас приезжают со всего Приморья команды. В этом году 21 команда. Конечно, День молодежи, нельзя о нем не сказать, говоря про молодежную политику. Поэтому стараемся проводить небольшой мониторинг при подготовке. Что хотелось бы нового видеть? Может быть, какие-то есть интересы. Есть молодежно-общественные объединения, которые предлагают свои мероприятия. Например, молодежное объединение «Вело Артем». Понятно, да? Ребята, которые занимаются здоровым образом жизни, его в массы пропагандируют. И для них интересно, например, проводить велоквесты, велогонки, велодраги. Почему бы и нет? Есть интерес, есть предложение провести. Мы им помогаем в этом плане. Также запрашиваем, что интересно другим молодежным объединениям. Кто-то считает, что интересно провести квест по всему городу Артему. Уже второй год у нас проходит квест. Именно летом объединяются команды. Это может быть просто группа друзей. Это может быть команда, представляющая одну школу или молодежное объединение. Для них готовятся интересные конкурсные задания. Кто принимает участие в этих мероприятиях? Обычно это студенты и школьники? Студенты, школьники и молодежное общественное объединение. Пока они где-то учатся, получают профессию, им еще можно как-то заниматься вот этими всевозможными направлениями общественной деятельности. А предположим, молодой человек уже закончил учебное заведение, обзавелся семьей. У него возникают совершенно другие проблемы. Это трудоустройство и жилье. Эти проблемы как-то решаются? Или хотя бы рассматриваются? Ну да, конечно. Есть у нас программа обеспечения жильем молодых семей, где могут принять участие семьи в составе муж и жена, или родители ребенок, или полная семья муж, жена и дети. Оказывается, финансовая поддержка в виде выплаты социальной в определенную сумму, которая зависит от состава семьи, дается в виде сертификата. И молодая семья, добавляя к этому сертификату определенную сумму, приобретает себе жилье или строит. Как стать участником этой программы? Для начала прийти на консультацию в отдел по делам молодежи, где мы даем список документов, которых необходимо для признания, в первую очередь, семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий. И далее там уже идет несложный сбор документов. Ну и, конечно, дождаться очереди. Потому что желающих у нас много, молодых семей. Есть многодетные семьи. Это очень хорошо, что сейчас заметна вот эта тенденция. Количество многодетных семей увеличивается. Естественно, очередь становится больше, потому что многодетные семьи у нас вне очереди. Семья, даже не имея детей, муж, жена, только что вступившие в брак, также могут принимать участие. То есть у нас нет никаких ограничений, что вы сначала 5 лет проживите, а потом участвуете. То есть семьи поддерживаются. Причем если в процессе вступления в программу у молодых людей, у молодой семьи рождаются дети, это не значит, что они из программы, там у них дольше очередь двигается, они будут получать дополнительную социальную выплату. То есть рождение детей, наоборот, поддерживается в любых проявлениях. Будто это сразу там многодетная семья, или пока люди стоят в очереди, и у них только тогда получается рождение детей. 2018 год был очень богат на события общероссийского масштаба. Я уже упомянула о чемпионате мира по футболу, но и другие акции проводились. А наши артемовские ребята принимали в них участие? Да, принимали участие очень активное. 2018 год был объявлен президентом Российской Федерации годом добровольца и волонтера. С 31 мая по 2 июня в Москве проходил съезд добровольцев со всей России и всего от Приморского края в этом мероприятии приняло участие 4 человека. И один из них это наш артемовец Сергей Ильин, представитель Российского союза молодежи и студент филиала в ГОЭС в городе Артеме. Это большая честь была. Там собрались лучшие волонтеры со всей России, обменивались опытом, принимали участие в разных мероприятиях и акциях. Летом во Владимирской области проводился Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов». Тоже два представителя Артема приняли участие в этом мероприятии. Потом в сентябре проходил во Владивостоке региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России». До финала этого регионального этапа у нас прошло даже несколько проектов. Это представители детско-юношеской организации «Юность Артема», неформального общественного объединения волонтеров «Азарт» и Российского союза молодежи. Показали отличные результаты. К сожалению, не стали победителями «Добровольцы России», но представили город Артем. Это очень хорошо. А какую практическую помощь приносят все эти съезды, форумы? Какое влияние это оказывает на молодежь? Я понимаю, когда мы готовимся к конкурсу «Олдскитл», когда наши молодые ребята рабочих профессий принимают участие. Они показывают свое мастерство. А вот те, которые принимают участие в форумах, что показывают? Обучение, которое они проходят, они могут его донести до артемовцев остальных. То есть обучился студент, он пришел и может проводить семинары, тренинги для своих сопровождений. Они проводят? Конечно, конечно. Прошло обучение волонтеров по профилактике наркомании. Очень важный аспект, без которого не обойтись. Профилактика нужна всегда. То есть у нас обучилось 5 человек. В октябре месяце они уже провели семинар-тренинг трехдневный для 40 артемовцев из числа школьников и студентов. Выбрали несколько человек, которые стали более заинтересованы и проявили себя в большей степени. Стали обучение с ними проводить. То есть еще несколько семинаров с ними. И они уже самостоятельно смогли проводить семинары и тренинги для учреждений профобразования. В школе провели и в детском доме. А по поводу OldSkills что-нибудь можете сказать? Да, конечно. У нас ежегодно принимают активное участие наше учреждение профобразования. К примеру, Артемовский колледж сервиса и дизайна становится всегда призерами и победителями этого конкурса WorldSkills. Еще есть похожий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Артемовском колледже сервиса и дизайна учатся порядка 50 таких студентов. Для них есть определенное направление. И один из студентов тоже принимал участие в этом году и занял там первое место. Я даже знаю, что в Приморском строительном колледже, это бывшая СПТУ-24, завезли специальное оборудование для подготовки к международному конкурсу, где ребята проходят практику и готовятся принять участие в этих соревнованиях. Готовятся. То есть, несмотря на то, что у нас сейчас нет студенчества, рабочие профессии очень нужны. И к ним подготовка... И очень востребованы, самое главное. Востребованы, да. И поэтому... Вот где необъятный край для приложения своих творческих и профессиональных усилий. Я так считаю. А вы? Конечно, потому что если направлять их только на обучение, да, что они должны посещать лекции, они должны сдавать экзамены, это очень хорошо, замечательно, если они учатся на пятерке. Но если они не проявляют каких-то творческих способностей, не проявляют инициативу в изучении этого, и у них нет подпитки, то есть они не участвуют в конкурсах, не чувствуют то, что у них идет продвижение, прогресс в их обучении, в их деятельности, то, может быть, у них не будет желания дальше по этой профессии работать. Получить корочку – это одно, а полностью понять, что ты уже хочешь в этой профессии трудиться, развиваться – это уже совсем другое. А главное, если не будет эффекта от их деятельности, тогда можно сказать, что они сработали впустую. У нас на нашем телеканале Артем ТВ есть молодежная программа, которая называется «Поколение Некст». На мой взгляд, за 10 лет своей работы ребята столько много сделали для профилактики правонарушений, для профилактики противодействия наркомании, для профилактики здорового образа жизни. Как ни одно общественное объединение не сделало. Это мое мнение. А вы как оцениваете? Да, конечно, потому что вовлечение молодых людей в принципе в эту деятельность, я имею в виду, что они работают на молодежной передаче «Поколение Некст», и как журналисты где-то их допускают до монтажа, и видеооператорами не бывают. Это, во-первых, их очень развивает, развивает их творческие навыки, и с какой-то стороны профессиональные, потому что набираясь опытом, даже быв корреспондентов несколько лет, очень хорошо развивается и речь, голова думает совсем по-другому. И, естественно, освещая разные мероприятия, различные направленности, они и сами приобщаются к этим мероприятиям, и освещают их, что вызывает интерес у ребят, которые еще когда-то, например, не думали о том, что им может быть интересно заниматься КВНом, или им интересно было бы поучаствовать в конкурсе непрофессиональных танцоров, а увидев, что это могут простые ребята быть, что нет какого-то там жесткого отбора, телезритель может задуматься, может быть, и мне тоже попробовать. Поэтому это, конечно, несет положительный эффект. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что ребята, выпустившиеся, как сказать, да, из поколения Next добиваются больших успехов на телевидении, работе в СМИ, в пиаре, то есть это и корреспонденты. Нашли себя в этой жизни? Нашли себя, возможно, если бы они не попали на эту передачу поколения Next, они бы ушли совершенно в другую профессию, и непонятно, добивались бы они там успеха, и приносило ли им бы столько удовольствия их деятельность, как приносит сейчас, что мы можем наблюдать. Может быть, и добивались бы, может быть, и приносила бы успех их другая невыбранная профессия, но это были бы уже совершенно другие молодые люди. А мне кажется, что чем бы молодежь не занималась, лишь бы это шло на пользу себе и обществу. На этом я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания, до новых встреч в эфире. Это была Елена Сергеевна Сторунская, начальник отдела молодежи администрации Артемовского городского округа.